Очередные скачки прошли в минувшие выходные на ипподроме в Миримском конно-спортивном комплексе в Пхеньяне. Все желающие могли поставить свои воны на лошадей и жакеев. Репортажи о заездах опубликовали государственные средства массовой информации Северной Кореи. Власти Пхеньяна активно развивают индустрию отдыха, говорит директор Сеульского института по изучению промышленности и экономики Северной Кореи на Чонвон. По его словам, режим КНДР преследует сугубо материальные цели. С тех самых пор, как Ким Чен Ын получил власть, резко вырастет темпы строительства развлекательных объектов. Цель таких проектов одна – заработать иностранную валюту и выкачать средства состоятельных местных жителей. Повышение благосостояния народа здесь ни при чем. Упорство Пхеньяна в реализации ракетно-ядерной программы ведет к ужесточению международных санкций. Тем не менее, в КНДР увеличивается зажиточная прослойка. На нее и на иностранных туристов рассчитаны новые горнолыжные комплексы и парки развлечений. Несмотря на санкции, число состоятельных людей в Северной Корее выросло, а разрыв между богатыми и бедными стал шире. Страна теперь вполне может себе позволить и горный бизнес, отвечающий местным запросам. Дед нынешнего правителя, основатель КНДР и Трудовой партии Кореи Ким Ир Сен и его отец Ким Чен Ир оба были большими любителями лошадей. Эту привязанность унаследовал и Ким Чен Ын. Возведенный военными строителями, конный клуб Мирим пользуется его особым вниманием и личным покровительством. Объект, созданный на базе кавалерийской части, сдан в эксплуатацию в 2013 году. Тогда цены на занятия верховой ездой начинались с 30 евро.